Город рассчитывает получить 800 миллионов рублей на строительство путепровода, на новые 200-рублевые купюры в Кирове продают за 500, об этом и многом другом далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. В мэрии рассчитывают в следующем году продолжить масштабные стройки. 800 миллионов рублей с федерального бюджета ждут на возведение путепровода в чистые пруды. Мост в 2018 планировали закончить. На строительство Куменского водовода 280 миллионов. Стоит отметить, что в этом году деньги на объект выделялись, так же как и на детский космоцентр и музей Воснецовых, но освоить их пока не удалось. В областной больнице состоялось открытие обновленного хирургического отделения. Работу приняли чиновники из областного правительства. В новом отделении смогут принимать и так называемых медицинских туристов, жителей соседних регионов, которые обратятся за медпомощью к нашим специалистам. В Центробанке рекомендуют не покупать новые купюры. На сайтах бесплатных объявлений стали появляться предложения о продаже банкнот номиналом 200 рублей. При этом цена купюры превышает ее номинал в 2,5 раза. Такую стоимость автор объявления называет редкостью 200-рублевки. В Центробанке такую продажу называют нелегальной и отмечают, что в декабре будет налажен массовый выпуск новых денег, и они появятся во всех регионах. Депутаты областного ЗАГС Собрания поздравили благотворительный фонд с юбилеем. 30-летие отметил Российский детский фонд. Праздничный концерт прошел в одном из городских театров. Гости отметили заслуги организации в помощи детям, которые попали в трудную ситуацию, в том числе и в сборе средств на медицинские услуги. Действительно, вы эти люди, которые не даете нам возможности расслабиться. И вот то, что вы говорите, каждый день доброе дело, вот мы стараемся вместе с вами помогать вам. И, наверное, это правильно. Правильно, что мы напоминаем друг другу, потому что порой вот в этой жизни проходишь и не замечаешь, ну, тех вещей, на которые нужно было бы обратить внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова